Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала! Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. В последнее время я все чаще и чаще сталкиваюсь с вопросами наших подписчиков, особенно в социальных сетях. И все эти вопросы связаны с тем, а зачем, собственно говоря, готовить посадочную яму для растения. Так вот, сегодняшнее видео и посвящено тому, как правильно подготовить посадочное место для растения. Начать, пожалуй, стоит с того, что мы вспомним, что у любого растения, тем более у древесного, самое главное – это корневая система. Даже при сильнейшем повреждении наземной части, если корневая система останется целая и невредима, растение выживет и будет продолжать жить и дальше. Так вот, предпосадочная подготовка места, куда оно будет посажено, это как раз и делается для того, чтобы корневая система достаточно быстро и хорошо росла. Многие садоводы из года в год совершают, собственно говоря, одну и ту же ошибку. Они покупают саженец где-то в садовом центре или на рынке, приносят его домой и начинают лихорадочно искать место, куда бы его воткнуть, куда бы его посадить. Хорошо, если саженец, как у нас в контейнере. Его можно держать достаточно долго и тщательно подбирать место для посадки и готовить посадочную яму. Но если саженец с открытой корневой системой, садить его надо быстро. Естественно, результаты такой скоростной непродуманной посадки, в общем-то, неутешительные. Выкопали землю, воткнули корни, засыпали новой землей, залили водой и все. В результате земля начинает потихонечку оседать и тащит за собой весь саженец. Во-первых, корневая шейка заглубляется, а во-вторых, еще и саженец может начинать крениться на какой-то один из своих боков. В результате растет непонятно что и непонятно как. Поэтому постарайтесь сделать своим правилом. Посадочную яму нужно готовить заранее. В идеальном варианте, если вы собираетесь садить весной, то яму надо готовить заранее осенью. Если вы собираетесь садить осенью ваш саженец, то значит весной или летом надо ее готовить, эту яму. Ну, это, конечно, в идеале. На самом деле, хотя бы за месяц до посадки. Часто спрашивают, а откуда я знаю, какой я саженец куплю? Как я могу заранее приготовить яму, если я даже не знаю, какой саженец я куплю? Это вообще плохой вариант. Я всегда акцентирую ваше внимание. Если вы собираетесь покупать саженец, вы должны у себя в голове, а еще лучше на бумаге, иметь четкий план того, что вы хотите купить, что вы хотите посадить и в каком месте. Вот только тогда у вас все хорошо получится. Ну, а размеры корневой системы саженцев, они, в общем-то, стандартные. Для вот такого растения двухлетки это один контейнер, для 5-6-летнего растения другой контейнер, размером я имею в виду. Кроме того, при таком дальновидном подходе, вот все те удобрения, органические или минеральные, или какие вы используете, которые вы внесете в посадочную яму, если вы их заранее внесете, они там равномерно распределятся. Они перейдут в то состояние, которое для саженца, для вашего наиболее удобоваримое. Более того, там сформируется своеобразная микробиологическая, скажем так, среда, которая будет благотворно влиять на корневую систему. Ну и главное, вы не обожжете корни, молодые корни вашего саженца, в случае, если применять концентрированные минеральные удобрения. Ну и не забываем самое главное. Вот за этот месяц, минимально месяц, земля в вашей посадочной яме полностью осядет. И это будет гарантировать то, что посаженный в эту яму черенок не уйдет вместе с этой землей на большую глубину. Кстати, частый вопрос от наших подписчиков. А что это за ритуальные танцы вокруг прикорневой шейки? Почему это вдруг ее нельзя заглублять? Скажу вам честно, очень мало культур позволяет заглублять корневую шейку. Основное количество требует, чтобы корневая шейка размещалась строго на уровне почвы. Дело в том, что если вы ее заглубите, там образуется такая своеобразная воронка, где будет постоянно скапливаться вода. Дерево будет в лучшем случае болеть, отставать в развитии, естественно, будет плохой урожай давать. А в худшем случае оно начнет запревать и, в конце концов, погибнет в этом месте. Ну а теперь хватит теории и перейдем к практике. Вот наш саженец, вот объем его корневой системы. Вот здесь мы его будем сажать. По теории и в идеале диаметр вот этой ямы, которую мы должны выкопать, должен быть в два раза больше, чем диаметр корневой системы, а глубина в три раза больше. Копаем. Очень важно верхний плодородный слой почвы откладывать в одну сторону, а нижний в другую сторону. Теперь смотрите очень важный момент. Если на вашем садовом участке грунтовые воды стоят достаточно высоко, как это определить, я уже когда-то рассказывал. Если, например, прошел дождь и две недели вода стоит на участке и не уходит, значит, грунтовые воды достаточно высоко. Так вот, в этом случае на дно вашей вырытой ямы посадочной обязательно уложите дренаж. Что такое дренаж? Крупный щебень, битый кирпич, крупная галька какая-то. Да, в общем, любые крупные, достаточно крупные камни, конечно, вот примерно такого размера, через которые излишки воды будут уходить. Она не будет скапливаться, вода в этой посадочной яме, не будут загнивать корни вашего саженца. Слой дренажа должен быть не менее 10 сантиметров толщиной. Ну и, наконец, следующий этап, мы засыпаем нашу посадочную яму смесью верхнего слоя земли, который мы сняли, с каким-либо, скажем, наполнителем дополнительным. Это может быть торф, это может быть компост, это может быть перепревший навоз. В случае, если у вас, скажем, глинистая почва, можно добавлять еще песок, чтобы была рыхлая вот эта смесь. Если же почвы песчаные, иногда даже добавляют глину. Главная цель, чтобы вот эта смесь была плодородная и рыхлая, воздуха и влагопроницаемая. Смешивать можно прямо в яме. Итак, мы засыпали нашу посадочную яму плодородной такой смесью, в которой саженец будет хорошо развиваться. Обратите внимание, насыпали с горкой, с учетом того, что, постояв немножко, она осядет и будет вровень с нашей землей. Ну а как же саженец? Мы же сделали посадочную яму, а саженец до сих пор не посадили. Вот тут самое главное, надо выдержать, как я уже сказал, хотя бы месяц, чтобы там произошли все нужные нам процессы. Итак, условно говоря, прошел один месяц. Естественно, земля осела, прошли дожди наверняка. Она осела и стала вот так вот вровень с землей. Но я сейчас делаю это рукой, на самом деле за вас это все делает природа. И вот только теперь пришло время садить наш саженец. Для этого можно выкопать яму, соответствующую размеру вот этого контейнера. Копается легко, почва рыхлая, удобренная. Ну а теперь, собственно, пришло время достать наш саженец и опустить его, наконец-то опустить в нашу посадочную яму. Но и здесь есть определенный нюанс. Когда-то я вам видео показывал. Берем вот такую палочку и кладем ее. Для чего? Сразу видно, корневая шейка находится строго на уровне земли. Если она катся ниже, значит нужно подсыпать землю вниз, приподнять. Если катся слишком высоко, наоборот, нужно достать землю и опустить. Вот теперь можно смело засыпать наш саженец. Естественно, слегка уплотняем. И сразу же формируем лунку для полива. Сколько воды поливать? Ну, я бы под такой саженец пару ведер воды не пожалел бы. Но поливать ее надо небольшими порциями. Полили, подождали, пока земля впитает. Еще полили, еще полили. Конечно, очень хорошо после такой посадки замульчировать приствольный круг. Ну, чем мульчировать, уже тоже неоднократно рассказывал. Это и щепа, может быть, и опавшие листья, и перепревшие опилки, и торф, и компост. В общем, все что угодно. То, что будет удерживать влагу долго и не давать прорастать сорнякам. Итак, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Надеюсь, я вас сегодня убедил в том, что посадочную яму нужно готовить загодя. И нужно готовить правильно, определенного размера, выполняя все необходимые требования. Ну, а я сегодня с вами на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты. А лучше подписывайтесь на наш видеоканал на YouTube. И главное, делайте все по правилам.